Все выводы есть. Здесь вот сейчас субстраты, ножа ручки и, в принципе, кассеты. Здесь в помещении будет кабинет, который частично обставлен. Стол, стул стоит. Ну, такое. Потом еще будут оставляться. Здесь бухгалтеры будут находиться. Там тоже у меня слабое помещение небольшое, бронированное. То есть тут целый корпус у вас тут, да? Конечно, у меня получается много месяцев, но я считал, что 150 квадратов минимум нужно было для производства изначально. Так, а здесь у вас? Здесь уже основное производство. Четыре дня, да? Да, четыре дня они здесь находятся. После этого они у меня на столе дальше вырастают. Здесь порядка 8-11 дней, после чего загружаются установки. Сейчас пытаются оградить процесс, поэтому некоторые выстроил пораньше туда растения. Некоторые растения сейчас находятся уже здесь, в самой установке. Здесь всегда задерживаются температуры у нас 21 температура окружающей среды. Примерно 19 градусов температура раствора, которая постоянно циркулирует. А что это за раствор? Это очищенная вода, табличная, которую петельную покупают. В него добавляются вот эти вот питательные элементы, это вот баланские удобрения покупал. Хейси. Они специально в пропорции добавляются, за счет чего полностью все питание, а растения получают от именно этого раствора, а не от земли. Бизнес-план писал полный стусам, это бизнес-план. С нуля ходил консультироваться в оригинальный центр, бизнес-центр при Азовье, в ПГТУ, в этом корпусе. Вам там помогли? Да, конечно. У меня вот именно в плане консультации очень много она помогла. То есть моменты от правильного языка, который должен был там закладываться, то есть речь более грамотная, что было. И до момента некоторые расчеты были тоже некоторые непонятные, поэтому, соответственно, у нее консультировался. У Алены Куровской, да? Да, да, да. Ну, на данный момент всего две установки стоят. Второй еще не запускал, потому что персонал решения, пока не спроверяя, качество освещения, которое эти ключики предоставили, качество фокея всего остального. Ну, здесь это так, чтобы освещение было лучше, я просто экономлю, поэтому не включаю на данный момент. В принципе, все сейчас в рабочем состоянии, это уже полностью установки налаженная. Здесь находится рассадное отделение. Пока тоже полностью сделалось уже сразу на 8 установок, но пока здесь сделано для вот этих вот двух. Первые тоже ростки, все вырастает. Ну, сидел сам, написал первый бизнес-клан. Когда пришел туда, мне сказали, что это совершенно не то. Полностью и начал все это переделывать. В течение пяти суток я очень-очень быстро хотел попасть в торт. И за пять суток, почти не впавши, вот сделал я бизнес-клан в готовом виде, который у меня получился, почти 90 страниц. Это расчетные и теоретические части. И когда он уже был более-менее, мы отнес его к слете у нас в отрывы экономический. Он дал добро, поехал, уже подал заявку, написал. Соответственно, после чего защитился. И тогда по моменту прохождения из 10 человек, там, на планете, была из Мариуполя. Единственное, что прошло. Способом, в принципе, у меня отец помог в этом плане. Мы изначально в теплице были. У меня, в принципе, была всякая тяга к земле, скажем так. Но отец сказал, что риски большие, в положении тоже. Поэтому никто этим не хотел заниматься. Здесь появился шанс. И так как есть знакомый, который работает в ресторанном бизнесе, узнал, что так и так есть возможность для сбыта продукции, позиции ходовые. И стоимость у них довольно высокая. То есть, ну, в отношении к себестоимости производства. Технологию изначально я уже знал всего этого производства. Остался вопрос финансовой части. Это, соответственно, нас подвигло к написанию этого бизнес-плана и к подаче заявки на корпус. Были теплицы, да. Но теплицы были у нас в Бердянской, возле Широкина, поселок. И там у дедушки были теплицы. Соответственно, занимались периодически всем этим. Но в связи с тем, как наступила война, там, их не стало, скажем так. Для меня это параллельно, это какое-то большое впечатление, когда я вижу, как для меня это начало большого пути, моего пути, то есть начало карьеры, конечно, это очень интересное. Да, и тем более такое необычное все, да? Вот вы какую лепту внесли в этот вот, в этот интересный проект? Ну, мы вместе скручивали все эти болтики. Да, как бы прикрепляли все установки, эти осветительные. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok